Наплыв пациентов с коронавирусом, вызванный штаммом омикрон, чуть было не парализовал работу поликлиник. В отделении анестезиологии реанимации Щелковской областной больницы, куда госпитализируют тяжелобольных COVID-19, были готовы к любому развитию событий. Заведующий отделением Сергей Малыхин констатирует факт, ситуация стабилизировалась, но больных по-прежнему много. Развернуто 92 койки в нашем корпусе, из них 12 реанимационных и 15 койок в дальнейшем. Койки заполнены полностью, ежедневно мы выписываем и госпитализируем одинаковое количество больных, и так что стационар заполнен полностью. Койок в принципе для Щелковского района хватает. Больных много, но без какого-то резкого наплыва. Врачи работают ежедневно по 8 часов. Дежурные смены находятся с больными по 16 часов. В палатах более 90% пациентов не вакцинированы. Из них 5-7% те, кто заболел повторно. Есть повторных два типа больных. Это те, кто раньше перенесли год-полтора назад. Это действительно в 90% не вакцинированные люди. То есть они переболели и думают, что титры антитевых спасут. Вторые больные, которые заезжают повторно. Это такое тяжелое волнообразное течение именно дельта-штамма. Врачи отмечают, что количество госпитализации молодых людей сократилось. Как и пациентов с осложнениями, более грозный, чем омикрон-штамм дельта, никуда не исчез. С декабря месяца мы уже видим, количество молодых сюда попадает по крайней мере с осложнениями меньше, намного меньше, чем мы берем июнь, мань. Там когда было достаточно, бывало до 40% корпуса лежало молодых людей. И достаточно большой пол возрастных и очень возрастных людей 80+. То есть 60+, больше половины корпуса. В июне отделение было доукомплектовано реанимационным оборудованием, аппаратами для респираторной поддержки кислородом. Не без помощи техники врачам удалось спасти 60-летнюю пациентку с практически 100% поражением легких. Восстановление осложняло побочное заболевание, тяжелая грыжа пищевого отверстия диафрагмы. Уникальный случай в медицинской практике. Проводить неинвазивную массу, что интелляция, самое интересное, было невозможно и было противопоказано за счет этой грыжи. И мы замещали жизненно важную функцию дыхания, именно высокопоточной вентиляции со 100% кислородом в 90 литров в минуту. Пациентка находилась на госпитализации более трех месяцев. Впереди длительный период реабилитации. Женщина начинает заново учиться ходить. Шанс не заболеть все-таки был. Нужно было пройти вакцинацию. Противопоказания к прививке отсутствовали. Болеть ковидом очень страшно, очень тяжело. Особенно если пережить реанимационное отделение, то, наверное, я бы не захотел на себе. Это очень страшная болезнь. Сергей Малыхин рекомендует ревакцинироваться каждые полгода. Достаточный уровень антител не даст вирусам шанс развить осложнение и снижает до минимума риск оказаться в отделении на аппарате ИВЛ. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...